Первая модельная библиотека в России открылась в селе Московское Афанасьевского района. Это современный интеллектуальный и образовательный центр, который сочетает в себе яркий дизайн, комфортное пространство, новейшее оборудование и цифровую библиотеку. Об этом рассказала министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. Что еще интересного ждет кировчан в культурной жизни, все подробности у Зои Попцовой. Выход на новый уровень. Такая задача стоит в правительстве региона в этом году в рамках реализации нацпроекта «Культура». 30,5 миллионов рублей Кировская область получила из федерального бюджета на обновление и строительство объектов. Это дом культуры в селе Обухово Пижанского района, второй в Уржумском районе. В селе Рождественское Уржумского района запланировано строительство сельского дома культуры. А в детских музыкальных школах города Кирса, Налинска, Мутнинска, Яранска и Кирова появятся новые музыкальные инструменты, оборудование и учебное пособие. Оснащение детских музыкальных школ в приоритете, поэтому для региона выделили 29,5 миллионов рублей на закупку музыкальных инструментов. Это 60 наименований музыкальных инструментов. Туда вошли пианино, баяны, скрипки, балалайки, домры, аккордеоны. При этом, что особенно важно, перечисленные наши города, где музыкальные школы получили поддержку федеральную, в каждой приобретается очень хороший рояль. Новшество для области. Дом культуры на колесах. Появится он, правда, только к 2023 году. Это передвижной комплекс. В нем будет сцена-трансформер и оборудование для концертных мероприятий. Что касается культурной жизни города, то в конце июля уже возможны массовые мероприятия. Так, до конца лета у филармонии под открытым небом планируют проводить бесплатные концерты. Вручение литературной премии имени Грина, Дни романтики, традиционный пленэр и многие другие мероприятия возможны только при стабильной эпид-ситуации в регионе. Зоя Попцова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.